Фильм сняла потому, что надоел шум. Мы заехали в эту новостройку, и первое время жить было практически невозможно. Соседи делали ремонт, несмотря на выходные дни, несмотря на праздничные дни, несмотря на тихий час. Поэтому у меня родилась такая идея написать сценарий. И в такой вот, ну, как бы в лирической форме, это социальная комедия на острую тему, в общем-то, чтобы показать людям, как можно решить проблему ремонта без скандалов, без полиции, мирным бутцом. Ну, я не знаю, насколько мне это удалось. В принципе, это не художественный фильм, а это социальный, еще раз повторяю. Снималась собака Костина. Ну, снимать было не так сложно. Съемочная группа у нас собралась, это все мои актеры, друзья и оператор-постановщик. Кстати, два композитора писали отдельно музыку под каждый эпизод. Уложились пять съемочных смен, немножечко затянули со снегом, потому что снимали в конце зимы, протянули, что там 15 человек основных актеров. Было тяжело их всех собрать, все заняты, все на съемках. Максим снимался в фильме «Дорога на Берлин», и в этот момент он еще играл в театре, и поэтому мы все под него подстраивались, Денченко Максим. Ну, как бы сложилось, удалось составить сетку, выстроить. А когда снимали снег, ну, была такая история, в общем-то, пошел снег, мы переходили из одного подъезда к другой, бегали с камерами, с актерами, с манатками. Кто-то снимал бэкстэдж, и пошел снег. Я кричу, снимайте снег, снимайте. Ну, никто не слышал, все замерзли, всем надо было зайти домой, в локацию. Вот, а когда уже пошли на крышу снимать вот эти панорамы, снега не было. Камеру оборудования брали в аренду, оплата дорогая, последний съемочный день. Стою, думаю, что делать. Они, ну, что, давай в апреле будем снимать, ничего страшного. Говорю, ну, да идите к черту. Что значит ничего страшного в апреле? Вы понимаете, что вот это вот все опять надо собирать. Стойте здесь. Убежала домой, взяла подушку. Поднялась на крышу, говорю, рвем подушку и кидаем. Поставили камеру, разорвали подушку и начали сыпать снег. Вот. Я так с крыши, с 20 этажа смотрю, вроде красиво. И люди не поняли. Солнце. То ли снег, то ли перо летит. Ну, вот этот момент, вот, тогда, конечно, завораживающий. Вот. Ну, какие казусы были. Семен Фролов, это автор-исполнитель своих собственных песен. Все бабы, как бабы, написал песню. Мы с ним договаривались, что он будет петь другую песню. Но он решил петь эту. Разрешила бог с ним. В тот момент, когда мы его снимали, никто не ожидал, что вот этот его валенок, который он снял с ноги и запустил в потолок, оставит там отпечаток. И это мы сделали в чужой квартире. Ну, в квартире моей соседки. Которая, не спросят своего мужа, разрешила нашей банде зайти и раскурочить там все. Мы сказали, что мы тихо зайдем, два часа поснимаем и уйдем. Нет. Мы зашли. Мы пробыли там почти полный съемочный день. Испортили потолок. Разбили вазу. И на этом закончился съемочный день. А вот сосед просто говорил, что счет больше, чем сын. Они не знали, что такое киношник. Да. Да. Было объявление, бригада киношников ищет обшарпанную квартиру. Ну, это как бы просто к слову. Ну, у нас там чат, в чате мы переписываемся. Ну, кто-то хотел снимать там алкоголиков. И друзья пишут. Бригада киношников, а, наша бригада киношников обшарпает любую квартиру. Обращайтесь. Ну, в принципе, мне говорили, что снимать детей и животных, это очень тяжело. Но техническая группа профессионалов своего дела, Стас Хищников, это звукорежиссер, и Денис Пономарев, это оператор-постоносик, но они заставили собаку гавкать, собака устала. Мальчик хорошо себя вел, ребенок на съемках. Но было время, когда его было не угомонить просто. Ну, а так, в принципе, все обошлось. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Есть какие-то творческие планы? Творческие планы. У этой комедии, ну, это, еще раз повторяю, это социальная комедия. Да, я написала письмо обращения Александру Хинштейну. Это, вообще-то, он является автором этого законопроекта. И я не успела сказать нашим актерам, которые сегодня не все смогли быть здесь, пришел от него ответ. Вот. Ответ я, честно говоря, не успела прочитать, потому что в телефоне открыла быстро. А тут вот у нас вот эта вся заворуха, боготня. Написала продолжение. Есть вторая часть и третья часть. Если потом это я все соединю, это будет 90 минут полный метр. Ну, есть желание снять, закончить эту историю. Еще есть у меня одна история грустная. Вот пока вот на этот год вот такие планы. Ну, плюс еще клуб музыкальной поэзии никто не отменял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok